Вот, пожалуйста, стена. Она скоро, я боюсь, просто вывалится куда-нибудь. Трещины. Палец просто заходит. Вот, пожалуйста, туда можно просто, не знаю, кладкой. Боюсь, что сейчас даже посыпется. Чувство постоянной тревоги знакома Юлии с детства. В 90-е пришлось в спешке переезжать с родителями из Грозного. Тогда квартирка в Ставропольском старом доме постройки еще 19 века оказалась подходящим вариантом. С тех пор в семье появилось три малыша, а здание постарело еще на 20 лет. В квартире делали ремонт, не помогает. Трещины становятся все больше, углы и пропорции все менее правильными. Пол проседает или проседает, или он опускается. Наглядно видно, что скатывается все у нас на досточках, все на подставочках. Гадание по яблоку дает неутешительный ответ. Те, кто здесь живет, уверены, дому не поможет даже капитальный ремонт. Рано или поздно его придется снести. То, что этот дом, мягко говоря, не самый удобный для жизни, видно уже с порога. Дверной проем настолько низкий, что я вот с трудом прохожу это, при том, что я человек роста чуть ниже среднего. А у кого-то более долговязого явно возникнут проблемы. Например, у нашего оператора. Сергей, я тебя попрошу, выйди из-за камеры. Подойди сюда. Интересно, как ты справишься вот с такими преградами. Проходи, посмотрим. Ну, само с тобой проем слишком низок для меня. Шишек бы я много набил. Жильцы тоже боятся шишек, которые можно набить при оформлении документов. Они не знают, как действовать, куда обращаться, чтобы дом признали аварийным. Да и не доверяют они чиновникам. Говорят, те наверняка махнут рукой, отпишутся, обманут. За помощью Юля обратилась к губернатору. Написала вопрос на номер прямой линии. В эфир это обращение не попало. Слишком большая конкуренция. Но Владимир Владимиров дал гарантии. Абсолютно все вопросы жителей будут рассмотрены и получат ответ. Это дает многодетной маме надежду. Я обратилась на горячую линию нашему губернатору Владимиру Владимирову. И очень быстро, я прям не ожидала, сейчас волнуюсь, переживаю. Отреагировали. Ну и вот, как бы я надеюсь, что с мертвой точки сдвинется место. Впрочем, уже сейчас понятно, главное, что нужно жильцам начать действовать. Обратиться в местную администрацию, написать заявление. Тогда специальная комиссия соберется, здание будет изучено и станет ясно, пригодно ли оно для проживания. Вот выдержка из постановления российского правительства. Вы вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо посредством многофункционального центра. Таким образом, признание многоквартирного дома аварийным носит заявительный характер. Ну а дальше дело должно пойти легче. Строительство на Ставрополье идет внушительными темпами. Только в 2019-м в рамках нацпроекта «Жилье» в эксплуатацию ввели почти миллион квадратов жилплощади. А все обязательства перед переселенцами из ветхого аварийного жилья выполнены в срок – до конца года.